Приветствую вас! Ну как вы считаете, украинская армия достигнет успехов в Курской области и вообще наступления по территории Российской Федерации или нет? Как вы считаете? Не-не-не, как я считаю, я рассказывать вам не буду. Почему? Ну, по той просто причине, что вам это не интересно. Правда вам всегда глаза режет. А вот сладкая ложь, о, другое дело. Для этого есть куча военных корреспондентов, которые просто заливают сладко лужой. Причем в зависимости, где они работают. Украинские, ура, 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 русские, все пропало, украинская армия разгромлена. И дети врут. Но не надо, на них обижаться, не надо их обвинять. Они работают. Поймите, во время войны, да, действительно, есть достоверная информация в Генштабе Украины и, соответственно, в Генштабе России. На эту информацию вам никто говорить не будет. Даже вот то, что я знаю. Ну, понимаете, правда, она горькая, зараза. Ну, горькая! А вы же сладкую ложь хотите. А сладкая ложь, это вот лиха. По этой причине, да, то, что говорят военные корреспонденты, то, что говорит официальная пропаганда, это ложь. А как вы хотели? Ну, вы же правды не хотите слышать? Нет. Она глаза режет. Понимаю, что глаза режет. По этой причине, сладкая ложь. И не надо обижаться, это нормальная практика во время любой войны. Правда, никто не говорит. Война заканчивается, еще историю переписывают. Так что не удивляйтесь, когда вы будете читать учебники по истории про эту войну, вы скажете, да отрадясь, этого не было! Ага! Ну, так сказать, когда вы читаете сейчас истории про Майдан, и не близко! Нарваляк! Главное написать. Вот и здесь такая ситуация. Знаете, смотрите, почему это наступление удачное? Ну, частично скажут, да, потому что не сообщили американцам, по этой причине не совсем. Потому что нет заложного. Почему провалилось контрнаступление 2023-го? Смотрите, контрнаступлением Зеленский не занимается. Для этого заложный, начальник генерального штаба, они разрабатывают. Почему они разработали плохой план? Вопрос к ним. Да, да, заложные обвиняют, что это американцы, нам советовали, неправильно посоветовали. Американцы говорят, заложный ни черта не слушал, делал за нашей спиной что угодно. Пускай сами разбираются. То, что план был неудачный, факт, как результат контрнаступления неудачный. Здесь немножко по-другому. Заложного нет, есть Сирский и другой начальник генерального штаба. Да, они разработали действительно правильный и успешный план контрнаступления, в данном случае Курской области. И у них действительно получилось. На войне действительно очень часто так происходит, что главное это не военные, имеется в виду те, которые воюют, а штаб. Если штаб правильно разрабатывает наступление, тогда и военные достигают. А если нет, то нет. Ну, вообще, чтобы правильно поняли, любое наступление или отступление, это как бухгалтерия. Честное слово. Там нету геройства и близко. Там бухгалтерия. Патроны, снаряды, продукты, бензин, вот это вот. Если правильно это все посчитано, класс. Неправильно. Вот в данном случае действительно какая самая большая ошибка заложного, там было неправильно посчитано. Просто. Почему? Ну, говорю, ну, вот здесь можно сваливать. Здесь посчитали правильно. Поэтому результат. Да, я понимаю, что вы тут сразу уже, я говорю, исходя с того, кого вы слушаете, там, российско-украинский. Одни говорят, все, 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 сейчас все украинская армия проиграет или проиграла и так дальше. Я знаю, что у вас с памятью проблема страшная. Ужасно. У вас память, ну, черепашки больше, ей-богу. Ни черта не помните, а? Ха-ха-ха. Хочу вам напомнить, друзья мои, что очень часто, ну, когда вот вы что-то слушаете, вот если вы вспомните, что говорили год назад, вы уже не помните. Причем, самое интересное, те, ну, вот, военные корреспонденты, которые сейчас говорят, рассказывают такую, они час назад, ну, год назад говорили такие глупости. Бог милости. Вот так и сейчас. Если бы это контр-вступление было в 2022 году, была бы, естественно, разговор, ура, 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 берем Москву. Тогда была такая эйфория, и очень часто выступающие перекручивали факт, там, ну, не было, ну, есть, есть. В 2023 вы помните, очень многие те, которые сейчас кричат, нет, это ничего не выйдет, сейчас украинская армия отступать будет, она проиграла. В 2023 верещали, как недорезанные, и рассказывали, что, вот, контр-наступление будет такое-такое. Было? Было. Мода поменялась. Сейчас, понимаете, мод на, ну, как бы, пессимизм. По этой причине даже говорить, да, 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 все хорошо, но вы знаете, нет, мы не удержим. Почему мы не удержим? Засранец ты, чертовы. Ты что, данные знаешь или информацию? А? А что ты гавкаешь? Вы понимаете, что меня вообще поражает? Неужели вы не понимаете, что когда вы читаете, военный эксперт, он не бельмес, не знает. Честное слово. Он не имеет доступа под информацию, не имеет. Он фантазирует. Причем, если вы внимательно, немножечко задумайте, что он говорил неделю назад. Это пожизнь. Ну, чаще всего, действительно, даже когда спрашивают, что, понимаете, доступ до такой закрытой информации очень ограничен. Даже если он и будет знать, он не имеет права, но если он хоть раз ее разгласит, по шеям получит, больше не будет, корреспондент. По этой причине, вот эти все эксперты военные, они просто фантазируют. И в Украине, и в России. За границу еще поклеще. Ну, вот представьте, человек сидит в Вашингтоне и рассуждает, как будет воевать украинский. Ну, откуда же он знает, родной? Он даже не догадывается вообще, ну, что такое украинский военный. И близко. Ну, я что-то читал. Да прекращай. По этой причине, да, действительно, говорю, вот сейчас читаю информацию, ну, это так посмеяться, не более чем. Достоверная информация, она есть, но вам ее сообщать не буду. Еще раз говорю, она горькая, зараза. Ну, там нет вот этого ура-ура или не ура-ура. Там посередочка. Посередочка следующая. Да, действительно, первоначально план. Причем, это я даже подтвердил, по-моему, то ли Сирский, то ли кто, что первоначально план. Вот эта операция была, ну, как бы немножко другой. Он был более щадящий. Там была немножко более. Но получилось так, что, да, действительно, ситуация сложилась для украинской армии положительно. И план перевыполнен. Тут же сразу вы скажете, а, да, 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 план перевыполнен. В данной ситуации, действительно, где-то нам помогли предать столько дыраться. Они действительно, нет, это не шутка. Они действительно, как начали боевые действия, смотались. То есть, в такой скорость, чтобы представить, причем, как вы догадываетесь, все попытки Герасиму, хоть как-то, как-то, ну, типа, не, ну, понимаете, они ему не подчиняются. И когда они увидели, что наступает танк, они просто в Ростовскую область свалили, и все. Ну, видосики там сейчас записывают. И хотя Герасиму, в общем-то, нельзя, но он боится, он боится, понимаете. Кадыров не подконтрольный Кремлю. И что бы там ни, и по этой причине, вот его войска, тем более, что вы сами понимаете, что Кадыров бережет свои войска для чего? Для захвата власти в России. Потому что он, да, они ждут развала России. Они ждут, что, естественно, как вы сами понимаете, в условиях развала России, конечно, Кадыров бы хотел взять под контроль Северный Кавказ, Поволж. Слушай, а как вы хотите? И по этой причине воевать, тратить своих? Да нет, вы что? Хотя там некоторые, ну, понимаете, любые отступления, они всегда связаны с тем, что кто-то не успел. Так что да, там некоторых кадровцев действительно задержали. Но в основном массы убежали. Вот такая ситуация. Да, действительно, там оказалось очень много срочников. Ну, смотрите-ка, ситуация. Да вы сами, наверное, догадываетесь, что большая часть таких укомплектованных, кадровых, ну, боеспособных российских частей воюют на Донбассе. Это не тайна. А не та. Курской, ну, кто? Срочники, самое проще. И, понятное дело, срочники, ну, это самая такая, действительно, даже не войска. Вообще, по большому счету, это всегда называли, вот, ополчение и так далее. Ну, они, и по этой причине, да, они действительно разбегаются, в плен сдаются. Это есть. И это действительно правда. Каждый день больше ста человек сдаются в плен. Это и есть. Ну, понимаете, как? Они, они, то есть, их призвали, они, они, ни малейшего желания воевать нет. И по этой причине вот такая ситуация. И да, действительно, на сегодняшний момент произошел такой момент, что, ну, планировали одно, вышло лучше. Напоминаю! У кого память слабенькая. Помните, 2022 год и Харьковская область? Там тоже, когда начинали, не планировали, что удастся освободить Харьковскую область. Не планировали. Планировали, что, да, действительно, там оттолкнут от Харьковской области. Но получилось, что освободили Харьковскую область. Сработало, сработало. Говорю, что вот в войне такое бывает, когда планируют одно, выходят немножко другое. Да, тоже самое. Да, действительно, когда эту войну начинали, ой, какие были планы. Тоже немножко подробно. Ну, это уже далекая история. И действительно, в данной ситуации, в данной ситуации сейчас, ну, вот если даже действительно спросили Герасиму и Сирского, что будет дальше, они вам не ответят. Во-первых, ситуация меняется каждый день. Во-вторых, да, действительно есть, ну, как вам так объяснить? Вот когда вы смотрите фильм, это фильм. Когда вы читаете учебник по истории, это стопроцентная ложь. Ну, официальный учебник – это ложь. Там всегда все придумают. А если вы непосредственно участвуете, вы понимаете, что очень сильно отличается от того, что написано или показано. Война это не кинул, абсолютно. Ну, вот действительно такая вещь. Вы представляете, что значит перебросить, ну, давайте скажем, батальон. И уж не просто перебросить, надо перебросить технику. Мало того, по дороге надо покормить солдат. Да, мало того, не просто технику, надо грючие, снаряды и так дальше. Эта процедура, она довольно сложная. Если вы перебросите танки и не забудете снаряды, или не довезете снаряды, танк никакой ценности не представляет. И вот в этом есть самая большая, как бы, нюанс войны. И да, действительно, на сегодняшний момент по информации, что российские войска перебрасывают, ну, соответственно, войска там с Донбасса и также с Калининградской области, но это срочники с Калининградской области, в район Курской области. Ну, скорее всего, перебрасывают. Ну, они же боятся, что будет ситуация. Да. Так это, может, было с самого начала понятно, что мы наступаем, они пытаются отбиться. Да, так и работает. Что будет дальше? Я говорю, что на сегодняшний момент ситуация меняется. Да, в данной ситуации где-то мы выиграли, где-то Россия, где-то так. Но война продолжается. Тут самое главное в этой войне, в этой ситуации, что мы войну перенесли на территорию России. Вполне возможно, что будет такая операция в Белгородской области. Ну, не такая какая, полноценная. Возможно, в Воронежском. Возможно, в Брянске вполне, абсолютно. В любом случае, никто вам сейчас это не скажет, даже намекать не будет. Ну, вы понимаете, что такие, ну, никто же не будет. А мы будем там наступать. Не, не, не. Это все, так сказать, закат. И да, действительно, перенос войны на территорию Российской Федерации, это новая фаза войны. Вот это точно. Понимаете, в истории войн очень часто такое происходит, что одна из сторон захватывает одну часть, другую. А потом, действительно, когда уже доходит до переговоров, масса случаев, в истории было масса случаев, когда стороны договаривались. Ну, все, повоевали, теперь мы забираем войска с вашей территории, вы с нашей, выходим на границу. Такое было. Даже было такое изречение, типа, вернуться к старине. То есть, имеется в виду по старым границам. Да, такие были. Сказать, что сейчас это может повториться. Не. Да это еще рано. Но в будущем вполне. Абсолютно. По той просто причине, что вот это вот расползание войны по территории Российской Федерации может действительно очень поменять расклад сил. В том числе и еще в других областях. Потому что, понимаете, какая ситуация. Все-таки, когда войну затевали в Кремле, они были абсолютно уверены, что надо быть быстрым. И они были абсолютно уверены, что Украинская армия мгновенно сдастся. И они были абсолютно уверены, что война будет только на территории Украины. А теперь это все развалилось. И по этой причине, да, вот такая вот ситуация. Такие события. Так что, подводим в черту. Можете слушать сколько угодно корреспондентов из России и из Украины. Они врут и будут врать. Такая у них профессия. Но не могут они сказать правду. Правда, глаза режешь. Ну, режет, зараза. Вот даже сейчас я скажу немножко правду. А-а-а! Нету. Лучше сладкую ложь. Она вам больше нравится. И в данной ситуации события, да, действительно, сейчас для украинской армии успешны. Вы сказали, что дальше? Посмотрим. Пока что, да, действительно, даже получилось лучше, чем планировали. И на сегодняшний момент, да, действительно, Кремль не знает, что делать. Это тоже факт. Ну, то, что он перебрасывает, это понятно. Это можно было и так ожидать. А что делать дальше, он не знает. Абсолютно. Понимаете, поменялось вот это самое. Потому что развалилось самое-самое. Ну, как же так? Вторая армия в мире. Нету второй армии в мире. Так что, украинская первая в мире. Хотелось сказать, постойте, а чего ж на Донбассе? А что там на Донбассе? Воюют. Ну, поймите, в любом случае, вот машина, когда уже запущена, ее даже остановить сложно. Воюют и будут воевать дальше. Можно по-разному считать, где более там такие активные боевые действия и так дальше. Ну, это война есть война. А пока что мы наблюдаем действительно новый формат войны и, как пишется история, не, не Украина, мировая история. Потому что это третья мировая война. Все. Благодарю за внимание. Всего наилучшего. И до свидания. Витаю вас. Ну, якщо дивитесь на канал, значит, щось-то зацікавило. Тому я пропоную вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную стринку моего канала. Тисните кнопочку «Спонсорство» и два пакети для спонсоров. Дешевше не буває і клуб економічної мудрости. Дешевше не буває – це, перш за все, для тих спонсоров, які хочуть подивитись премьерний показ есклюзивного відео, постілкуватись, позадавати запитання під час стриму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості – це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розверність. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне – клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економісти – це розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.